При знакомстве с героиней нашего следующего сюжета в памяти невольно всплывают строки из Некрасова о женщинах, которым ничего не стоит остановить коня на скаку и войти в горячую избу. Евгения Узденова, представитель пресс-службы МВД по Карачао-Черкесии, покорила множество горных вершин не только в России, но и в ряде зарубежных стран. А на днях она вернулась из очередного восхождения, покорив вершину Европы двухглавы Эльбрус. Это достижение Евгения посвятила своим коллегам из пресс-службы МВД по Карачао-Черкесии, которые отметили свой профессиональный праздник. Мадина Каракетова продолжит. Мамочка, эти ромашки на высоте 4000 метров посвящают. Дарю тебе такую красоту. Вот отсюда, с этого места. Забраться на вершину Европы была самой большой мечтой Евгении Узденовой. Мечтой, об осуществлении которой она и не мечтала. Но не зря говорят, человек без мечты, что птица без крыльев. Вот и Евгению в один прекрасный день окрылил звонок брата. Брат мой, идол, мой кумир, в разговоре с ним по телефону, он говорит, я вот собираюсь подняться на пик. Я говорю, ну, а как же без меня, почему без меня? Он говорит, а ты пойдешь? Я говорю, конечно пойду, это моя мечта. И вот так в два дня сложились обстоятельства, очень хорошо я была в отпуске на тот момент. Вот, и буквально в два дня собрала чемодан и поехала. Он выехал из Москвы, мы встретились в Кабардино-Балкарии. Путь к вершине всегда нелегкий, горный в том числе. Но как раз это и мотивировало Евгению, привыкшую достигать поставленных целей. Было сложное, это был не однодневный подъем. Мы шли пять дней с ночевками, соответственно. Вот, но были сложности, и при подъеме были сложности. Болели коленки очень сильно. Я думаю, что это не подготовка из-за неподготовленности. Вот, но открывая для себя что-то новое каждый день, да, каждый день пейзажи менялись. И открывая для себя что-то новое, вот об усталости забывала. Самым тяжелым, по ее словам, был последний километр пути, когда казалось, что она не в состоянии больше вступить и шагу. Провести много времени на пике, на вершине не удалось, потому что была в тот день плохая погода. Спустились тучи, видно, ничего не было на вершине, на самой вот сильный ветер был. Мы не смогли долго времени там провести, пофотографироваться из-за вот погодных условий. И буквально вот отметились, да, я написала там сердечко, свое имя на снегу. Я безумно горда собой, признается Евгения. Ведь не было даже времени подготовиться, все получилось спонтанно. Это восхождение Евгения посвятила своим коллегам из пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии, которые отмечали профессиональный праздник. До Эльбруса Евгения поднималась на пик туристов в Казахстане высотой более 4 тысяч метров. Этот опыт как раз и пригодился при восхождении на Эльбрус, хотя условия были совершенно непохожие. Помимо тяги к альпинизму, Евгения любит парашютный спорт. Брат, с которым я как раз путешествую, с которого беру пример, он летчик, военный летчик по профессии. Опять-таки в отпуске я провожу в основном время с ним. И так получилось, что мы поехали, вот, это как раз было в Подмосковье, город Киржач, там большой аэродром, где как раз осуществлялись прыжки. Он мне подарил вот мой прыжок с парашютом. Я не знаю, я забываю про страх, когда мне чего-то хочется преодолеть. Ощущение свободного падения не передать никакими словами. И передать это невозможно. Когда ты паришь в воздухе и видишь под собой землю, когда облака можно потрогать руками, ощущение непередаваемое, дух захватывает. Есть у Евгении еще одна мечта – покорить Джамаунтму или Эверест, высочайшую вершину мира в 8 850 метров над уровнем моря. Девушка всерьез намерена заняться тренировками, ведь без тщательной подготовки ее не одолеть. Это восхождение, которое, как уверена Евгения, обязательно когда-нибудь случится. Она посвятит своему кумиру и вдохновителю – старшему брату Алексею Грошеву. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Андрей Карамов. Вести Карачаева, Черкезия.